Всем привет, большие маленькие любители танков! Сегодня с вами Турий и Як-ПЗ Е100. Самоходочки, не менее 50 уровень, да господи, у меня куча видюшек под ней. Ну и что я хочу здесь показать вам? Хочу показать вам в этом видео, как можно правильно и грамотно комбинировать снаряды на этом замечательном противотанковом орудии. Как я уже говорил, я с удовольствием использую здесь и фугасы, ну и естественно кумулятивы. Наряду с обычными бронебоями. И я вам сейчас покажу, почему я так делаю. Дело в том, что орудие здесь хоть и обладает огромным пробивным уроном, там в 300 с лишним, давайте посмотрим. Единиц, здесь делать 9, извините. Но, тем не менее, этого зачастую бывает недостаточно для того, чтобы пробивать вот, например, СА-4 башню с такого вот положения. Хотя здесь иногда не хватает и кумулятива, когда ты им марш. Горняк был, кстати, выстрел, не знаю, в чём не попал. Но, опять же, чудеса ВБР. Итак, что нам нужно. Конечно же, я заряжаю сразу кумулятив. Почему? Потому что я ожидал здесь встретить ПЗЕ-100 и зарядить ему в рубку кумулятивным снарядом с пробитием Ажна-420. Пробить эту рубку, как зачастую здесь происходит, не я один это придумал. Но, тем не менее, у нас здесь четвёртый. Мы пробиваем его в башню и сразу заряжаем, что, конечно, фугас. Бронебуем не факт, что в башню пробьём, а вот фугасом 238 урона забрать. Фух! Как нифиг делать. Ну и, тем временем, мы замечаем здесь Т-62А. Ажна целых две штуки. Сильно они на нас внимания, я так думаю, не обращают. Поэтому мы что делаем? Мы заезжаем и наносим... Бабах! 1270 урона. Да, дамы и господа, именно фугасом и именно 1270 урона. Потому что, если бы мы стреляли каким-либо другим, например, бронебоем, шанс того, что мы нанесём 1270 урона, он практически... Не знаю, тут написано... Ну, наверное, он существует. Но он крайне мал. Очень маленький шанс того, что этот урон мы нанесём. И у нас остаётся фугас. И опять же, боже мой, Т-62А! И снова. Ну, на этот раз чуть более раздомагенный. Конечно же, фугас залетает ему в зад. Фугас наносит 1119 урона. И всё чудесно происходит, как и должно происходить. Фугасы наносят свой урон, как вы видите, уверенно, без проблем. Забирают целиком танк. Ну и, в общем... Дамы и господа, что тут можно прокомментировать? Конечно, бронебоем мы бы вряд ли бы забрали с ваншота 62А. Поэтому, опять же, фугасы, фугасы и фугасы. Ну, что мы видим здесь по карте? У нас здесь, опа, на базе никого не остаётся. И нам, конечно же, надо лететь во все свои 30 км в час, если я не ошибаюсь, на базу. Сбивать захват. Всё выглядит опасно. Ну, на самом деле, много народ поехал. И с 8-й поехал. Объект 263-й наш. Я думаю, что мы должны успеть. Ну, с другой стороны, кого я обманывал. Я же записывал это видео. Я знаю, что мы успеем. Но должна быть какая-то небольшая интрига. Это 703 хп, вы видите, у вафли. Раз. И 263-й её ваншотит. Чем ваншотит? Ну, конечно же, фугасом, дамы и господа. Конечно. Не брезгуйте фугасами. Ещё раз скажу, который раз уже на базике я езжу и говорю вам, не брезгуйте фугасами. Они иногда очень и очень пригождаются. Здесь у меня заряжен кумулятив. Почему? Ну, потому что можно выстрелить с вертухана Е-75 куда угодно и пробить. Ну, нам что-то и не понадобилось. Мы его забираем. Заряжаем дальше фугас в надежде на то, что от батшата мне хотя бы кусочек оставят. Но, конечно же, это вряд ли. Мне кажется, 263-й опять же стрелял фугасом от батшата и поэтому нанёс такой большой урон. Хотя не факт. Ну, дальше мы никого не успеем поймать, естественно. Потому что мы всё-таки не такие шустрые. Но, тем не менее, дамы и господа, как видите, вот бронебоем нам, да, не сильно удалось пострелять в этом бою. Но, как раз мы с вами увидели действие и кумулятива, когда он нужен, а не там, когда угодно, когда хотите, нужно стрелять кумулятивом. И, конечно же, фугасный урон. Как он проходит, какие цифры делает. У меня есть видюшка про 1500 урона, по-моему, с фугасом нанесённого. Тыкайте на ссылочку, там всё видно, там всё написано. Всем, кому понравилось, большое спасибо. Привет, пока. С вами был Тури. До новых встреч. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну и батчат 155-58. Самуничество. Застрелился он? Так бывает. Всем пока.